Дайджест недвижимости. Коттеджи должны заплатить в месяц 46 тысяч 800 рублей. Съем квартиры в среднем стоит 10 с половиной тысяч. Это, кстати, одна из самых низких цен по регионам страны. Самый большой разрыв арендных ставок в Подмосковье. Здесь вместо одного дома можно снять 6 квартир. А в трех регионах страны – Орловской и Кемеровской областях, а также в Забайкальском крае – снимать индивидуальный дом дешевле, чем квартиру. Дайджест недвижимости. Долги за ЖКХ в области составляют 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает портал Айкиров со ссылкой на слова исполняющего обязанности зампреда правительства региона Илью Шульгина. Из-за того, что жители не платят за коммунальные услуги, копятся долги и управляющих компаний перед поставщиками тепла, воды и электричества. Сейчас они составляют 1 миллиард 700 миллионов рублей. Большая часть долгов приходится на районы области. Среди наиболее проблемных – Верхнекамский, Белохолуницкий, Советский, Эцкополянский, Юрьянский, Уржумский, Оричевский, Арбашский и другие. Например, долги за электричество за прошедший отопительный сезон выросли на 78 миллионов, за каменный уголь – на 73 миллиона, за газ – на 52 миллиона рублей. Дайджест недвижимости. Два здания в Кирове передали Преображенскому женскому монастырю. Такое решение приняла накануне Кировская гордума. Депутаты единогласно выступили за безвозмездную передачу домов на Динамовском проезде 6 и 12 в собственность Вятской епархии. Жилой дом на Динамовском 6 площадью в 520 квадратных метров – первое каменное здание на территории женского монастыря, построенное в конце 17 века. Здание на Динамовском 12 – северо-западный корпус с церковью во имя иконы Божьей Матери. Построен в 1883 году. Оба объекта являются памятниками исторического наследия. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.